Глава сорок четвертая книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, «Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские, вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кодить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу, но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кодить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустынею, как видите ныне. И ныне так, говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли. Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, И возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены от малого и до большого, умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровою язвою. И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. И отвечали Иеремии все мужчины, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все женщины, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, Слово, которое Ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, Мы и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели, а с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам и всему народу, который так отвечал ему, Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши и народ страны, воспомянул Господь, и не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали, поэтому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили перед Господом, и не слушали голоса Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам, — Слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали, вы, говорите, станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего, жив Господь Бог. Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется? Мое или их? И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мое о вас на погибель вам. Так говорит Господь, вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию царя иудейского в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его. Продолжение следует...